Они сами называют себя студентами Народного университета, несмотря на свои 55+. Позитивные, полные силы уверенности, собираются здесь в санатории знания каждую неделю. Мы поставили какую цель? От возраста до жития, возрасту счастья. И вот мы к этой цели уверенно идем. И вы знаете, когда я вижу в глаза моих студентов, с каждым занятием они становятся гораздо радостнее и целеустремленнее. Их всех объединяет стремление к познанию чего-то нового, поэтому разнообразие факультетов привлекает еще больше слушателей. А здесь читают лекции по психологии, финансовой и социально-правовой грамотности. Есть также факультет спортивного досуга, иностранный язык и танцы. Кроме того, для пенсионеров были организованы экскурсии, бывают и поездки в другие города для обмена опытом. Так сочинцы посетили в Анапе Всероссийский форум народных университетов. Мы собрались и съездили на три дня. Было замечательно. Очень хороший тоже опыт, очень хорошее общение, очень такое позитивное настроение мы привезли оттуда с собой. Мы сплотились, мы рады друг друга видеть. Мы видимся раз в неделю, но мы готовы и чаще встречаться, потому что, знаете, когда общее все, оно сплотчивает людей. И хочется видеть и слышать друг друга. За пятилетия у Народного университета появилось много друзей, в их числе сочинская филармония. Сегодня ее представитель Светлана Устинович поздравила слушателей с окончанием очередного учебного года и подарила билеты в Зимний театр, который в эти дни отмечает 80-летие. А новый учебный год у Народного университета с натуре знаний начнется уже в сентябре. Планов много. От открытия собственной странички в интернете до разработки бизнес-планов. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.